Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях актеры и авторы проекта «Братья Шумахеры» Сергей Цвиловский и Юрий Великий. Здравствуйте. 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 Скажите, брат, куда смотреть? Здесь просто две камеры. Да, можете по центру смотреть. Я могу на вас смотреть? Да. Хорошо. Хорошо. А сегодня напоминаем, что автор лучшего вопроса получит два билета на шоу «Братья Шумахеры», который уже состоится 4 марта в октябрьском. 4 мая. 4 мая, да. В октябрьском. 4 мая концерт. Автор лучшего вопроса получит два билета. Так что я могу задать уже вопрос, может, я выиграю. Да. Во дворце Октябрьский или в Паласе Жавнева. Кому как угодно. Ну так, начинаем мы с вопроса. Ну, первый вопрос будет от Оксаны по поводу концерта. Расскажите о предстоящем концерте, что это будет. Будут ли приглашенные гости и о чем будете шутить? Так. Какой вопрос. Оксане интересно будет потом пойти на концерт, если интересно. Сейчас мы весь концерт покажем. Расскажем. Ну, концерт будет, естественно, гости будут, помимо нас. Помимо нас двоих еще будут специальная команда актеров, которую мы набрали. Мы решили расширяться немножечко, поэтому думаю, наверное, «Братья Шумахеры» перерастут небольшое братство Шумахеров. Ну, раз мы уже говорим шоу, да, то мы не можем уже вдвоем делать шоу, не можем, конечно, вдвоем. От нас просто зритель устанет. От меня вряд ли, от вас, Сергей, точно устанет. Это вряд ли, конечно. Ну, неважно. В общем, в любом случае мы решили расширяться и решили немножко добавить новых актеров. Там будут и женщины, и мужчины, и... Нет, животных не будет. Не факт. Не факт, да? Да. Вот и дети даже будут, я вам больше скажу. Приглашенные актеры, артисты тоже будут. Но кто это? Мы не будем сейчас раскрывать секрет, дабы держать, как мы видим. Мы сами до сих пор не знаем. Нет, ну, хотелось бы еще сказать, что это будет шоу концертного формата. Мы давно хотели сделать свое шоу. У нас куча всяких каких-то идей постоянно бурлит в голове. Поэтому нам показалось, что уже пришло время для того, чтобы начать делать что-то свое. И мы надеемся, что наша проба пера окажется удачной. Так о чем шутить будете все руки? Шутить мы будем о женщинах. И для женщин. У нас такая концепция, мы шутим про женщины. Учитывая то, что 4 мая у нас будет эфир и выходить программа будет в мае, естественно, много у нас будет интересных вещей. Я поправлю Юрия. 4 мая будет не эфир, а съемка. Нет, я сказал, что концерт будет 4 мая. И в мае можно потом пересмотреть и увидеть слово эфир там будет. Ну вы потом пересмотрите себе. Обязательно, вот увидите. Лучше ставите диктофон рядом с собой и записывайте все, что я говорю. Поэтому многие номера у нас будут об отдыхе, о природе, об отношениях мужчины и женщины. Иногда даже может быть будет проскальзывать вскользь какие-нибудь интересные политические персонажи. Так как шоу у нас будет пародийное, социально пародийное. Да, Сергей? Да, развлекательное. Вы сказали, что с вами будут какие-то новые актеры и они будут постоянно выступать с вами? Или только для одного концерта? Мы надеемся, конечно, мы надеемся. Нам хотелось бы, чтобы эти актеры... Чтобы у нас была постоянная команда. Не просто актеров, но и друзей. Вы знаете, очень тяжело постоянно искать новых актеров. Это тяжело кастинги, время... Звонки в Голливуд по межгороду, это дорого? Да. Сергей постоянно звонит туда. Да. Ну все равно, пока вдвоем будете выступать вообще? Нет. Ну пока сейчас здесь вдвоем, а 4-го числа не вдвоем. У нас будет целый состав. Целый состав и зритель увидит и новые лица, и может быть некоторые лица, которые зритель уже видел до этого. Уже полюбившиеся лица по экранам телевизора. Вот не буду раскрывать какого... Сергей, не раскрывайте. Следующий вопрос от Виталика. Сергей, Юрий, привет. Расскажите о ваших творческих муках, как появляются шутки, вообще как придумываете тему? Вы ударение правильно поставили в муках, да? Откуда Виталий знает, что мы в муках рождаем? В муках. В муках. В муках. В муках. Но при этом нет вдохновения, нет какого-то состояния души, нет подходящей атмосферы, что-то отвлекает, что-то не так. И ты действительно вот это должен сделать, и ты это в муках рожаешь. А иногда есть и атмосфера, и вдохновение, и все прекрасно, и оно бах, и все рождается буквально, ну очень быстро. Я скажу больше, творческий процесс, он в первую очередь должен приносить удовольствие человеку, который пытается что-то придумать, который пытается творить. В данной ситуации нам, как юмористам, творчество до сих пор неизведанный для нас процесс. Потому что иногда ты придумываешь какой-нибудь, какая-нибудь пришла тебе в голову идея, и ты спешишь поделиться этой идеей со своим партнером по сцене в данной ситуации, Сергеем. И ты едешь уже в машине, тебе пришла в голову идея в машине, ты едешь быстрее, быстрее бы доехать, рассказывать, ты приезжаешь, и тебе кажется, что это так весело и смешно. А Сергей в этот день в каком-то, наверное, минорном настроении, и ты ему рассказываешь, говоришь, ну как вам, Сергей, он говорит, ну мне кажется, это не очень смешно. И потом ты сидишь и мучаешься все это время, пока у Сергея улучшается настроение. Так происходит муки Юрия. Тем не менее, в очень многих вещах мы находим, естественно, какие-то точки соприкосновения, если вдруг где-то есть какие-то сомнения, мы всегда добиваемся консенсуса, я правильно сказал, добиваемся консенсуса. Приходим, приходим. Приходим, ищем, ищем. И очень важно, чтобы это в первую очередь приносило, творчество приносило удовольствие. Потому что когда это муки, это начинается, знаете, превращаться в работу, в рутину. Ну, очень часто так происходит, очень часто, когда аврал, когда там последние дни до концерта, и тебе необходимо что-то придумать, потому что зритель ждет от тебя смешного, зритель уверен, что ты придумаешь смешного, и ты не будешь выходить и объяснять зрителю, извините, сегодня в этот раз не очень получилось. Поэтому иногда, конечно, доходит и до мук, но мы стараемся до этого не доводить. Но вы от юмора устаете, когда, например, не можете что-то придумать, вы сами сказали. Мы просто отвлекаемся чем-нибудь. Ну, там, Сергей, например. Ну, на самом деле, это же тоже производственный процесс. Понимаете? То есть, мы пришли на завод, делаете деталь, но вы ее делаете 8 часов, но вы все равно устаете. 10-20 часов, вы все равно когда-нибудь устанете. Естественно, тоже, устаешь как человек, чисто физически. Откуда вы знаете, Сергей, что детали делать 8 часов? А, я видел фильм про это. 8 часов смотрел. Помнят руки. Конечно. Да. Следующий вопрос от Оксаны. Вы наверняка ведете разные корпоративы. Можете вспомнить самый необычный, который больше всего запомнился. Господи, у нас все какие-то корпоративы необычные были, по-моему, Сергей. Да, мы наверняка, мы ведем очень многие корпоративы и как ведущие, и как артисты, которые выступают. Так, вы знаете, честно говоря, всегда тьфу-тьфу-тьфу, было все прекрасно и замечательно. И сейчас даже вспомнить какие-то, имеется в виду казус, наверное, да? Ну да, я думаю, какие-то выдающиеся случаи. Какие-то смешные истории в корпоративах. Смешные истории. Вообще, это, честно говоря, неэтично рассказывать смешные истории, которые происходят на корпоративах. А потому что эти истории происходят с кем-то, и все, что смешное, это связано не с тобой, а с кем-то. Но я могу сказать, у нас был очень, на наш взгляд, замечательный корпоратив. Мы его провели настолько потрясающе. Этот корпоратив был в Хургаде, да, Сергей? Давно было. Давно было, да. Но неважно, этот корпоратив был в Хургаде, и проходил он, господи, дай бог памяти, 4 ноября, не буду говорить какого года, уже сам не помню. И из-за того, что чартерные рейсы были, вылет в Египет был 1 ноября, а вылет назад в Киев был 7 или 8 ноября, то мы 4 ноября провели корпоратив, а всю неделю отдыхали себе. Что это пищит? Это муки. Оксана, записывай, Сергей, это интересно. Это стул, друзья, это правда. И мы целую неделю провели в Хургаде, прекрасно отдохнули, и замечательный корпоратив получился, и мы отдохнули, и набрались сил, впечатлений. И вообще, вот, отвечая на предыдущий вопрос немножечко, Оксана, простите, пожалуйста, мы ответим еще Виталию. Отвлекаемся, вот знаете, когда выезжаем куда-нибудь на отдых, не обязательно, что это будет за границей, куда-нибудь на природу провести время с друзьями, с близкими. Это вот отвлекает очень хорошо от работы, от творчества, и потом набираешься с новых сил, и в бой снова... Юрий Михайлович, вы сейчас очень сильно запутали Оксану. Простите, Оксана, ради бога. А свадьбы вам приходилось вести? И свадьбы приходилось вести. Ну, в драках не участвовали, как часто бывает на свадьбах? Мы вообще стараемся не драться. Ну, знаете... Участвовать можно, но не драться. Да. Вести драку. Вести драку, например. Комментировать драку тоже очень хорошо, приятно. Главное, чтобы в драке ты выступал комментаторами где-нибудь взгляд со стороны, тогда это как минимум безопасно и не менее интересно. Следующий вопрос от Таи. Вы люди творческие, а у творческих людей бывают споры и разногласия. Как эти споры проходят у вас? Тихо и мирно, или громко с мордобой? Ну, как любые споры, они размножаются. Вот. Надя Руталску, что есть? Как грибы. Как грибы. Споры, они всегда есть, были и будут, потому что в спорах рождается истина. Да, то есть, именно когда вот мы приходим, и Юрий мне рассказывает какую-то идею, я говорю, что что-то не то. Вот тут мы начинаем спорить и вот ищем какой-то, скажем так, консенсус. То есть, мы находим ту грань, которая бы подошла нам обоим, и которая и является, скажем так, определяющей нашего юмора. Вектором нашего юмора. Семнее еще и обои клеят. Да, да, да. Поэтому нам обоим. И там же и спора. Вы заметили, что... В основном все идеи, вот даже Сергей сейчас признал это, в основном все идеи привожу я. Сергей просто берет и говорит, да, мне нравится или не нравится. Вот так вот у нас происходит. Да, то есть я главный. Да. Говорят нравится или не нравится, и все. Да. Естественно, у нас возникают какие-то разногласия. Но мы с Сергеем Францевичем... Ничего страшного. Да, пожалуйста. Я ваше отчество сейчас... Ну, после того, как я сказал, что это, конечно, это позволено. Мы с Сергеем Францевичем знакомы уже в этом году. Будет, дай бог... А, 20 лет будет, как мы с Сергеем Францевичем знакомы. Дуэту нашему, наверное, с тех пор, как мы начали вместе играть в номерах на сцене, уже лет 18, наверное, с половиной. Да? Да. Вы же не против, если я приукрашиваю? Приукрашиваю. Пожалуйста. Да. Если честно, это 19. Поэтому за столько времени мы нашли уже подходы друг к другу. Иногда даже становится неинтересно. Хочется взять, поспорить, поругаться. Вот. Ну, вот так вот смотрим просто друг на друга. Ну, иногда даже на это время не хватает. Иногда не хватает, да. У Сергея не хватает, у меня хватает, конечно, но я понимаю, что... Я просто выключаю в это время телефон и все. Да. Вот и сейчас точно так же. Сейчас спрашивают, кстати, не приходилось ли пользоваться так называемым допингом. Алкоголь, наркотики для написания шуток. Когда пропадает вдохновение? Где вы об этом находите? Я боюсь, что вдохновение может пропасть, когда мы начнем употреблять алкоголь и наркотики. Для кого-то? Нет, появятся другие шутки, другого характера. И не всем понятны. 18 лет назад. Мы боимся растерять своего зрителя, поэтому стараемся вдохновение искать все-таки в тех вещах, которых мы всегда искали. Вдохновение приносит хорошая идея. Если ты чувствуешь, что это действительно классное попадание, классная идея, у тебя сразу появляется вот как стимул, как адреналин в кровь поболеет. Ты понимаешь, о, сейчас ты здесь эту идею разобьешь, сделаешь классную, напишешь классную шутку и будет супер номер. Вот это вдохновение. Ну, а когда идеи нет, то что делать? Ну, что мы читаем новости. Читаем новости, смотрим интернет, ищем... Простите, ради бога, я все время что-то скрип вижу здесь, извините, пожалуйста. Читаем новости, смотрим какие-либо события, которые происходят. Вообще общаемся с друзьями, да, спрашиваем, что новенького, как дела, может кто-то расскажет по этой истории, что-то натолкнет на мысль. Мы очень многие номера, кстати, написали из жизни, но, вы знаете, есть номера, которые ты пишешь из жизни, то есть это ситуации, очень узнаваемые ситуации, которые когда-либо происходили с нами. А есть номера, которые вот мы видим, какой-то очень там жареный факт, совсем свежий, либо даже совсем свежий факт, а вот какая-то новость, которая, ну, относительно, и она достаточно была резонансная, и люди говорили о ней, и учитывая, что в этой новости, если она связана с каким-либо человеком, персонажем из нашей жизни, там, политический персонаж, или это персонаж из шоу-бизнеса, эстрадочного... Ну, скажем так, выдающий себе персонаж, что-то сделал такого выдающегося... Да, мы, конечно же, стараемся что-то найти, взять от этого персонажа, сделать у него какую-либо пародию, и когда ты вносишь элемент пародии, номер всегда сразу же, у него уже 50% успеха есть, присутствует, потому что узнаваемость, люди видят какие-то узнаваемые вещи для себя, и, естественно, очень хорошо, когда это не заезженный персонаж, а вот только новый появился, поэтому для людей... Я уже не помню, о чем вопрос был... Про допинг... А, про допинг, про допинг, да... Сергей употребляет допинг... Он употребляет до такой степени, что он иногда не помнит, о чем были... Да, а Юрий потом расскажет, что это он идеи принес... Вот, поэтому вот так все и происходит... Если вопрос, выпиваем ли мы... Конечно, иногда выпиваем, и я даже скажу больше, мы для того, чтобы перед выходом на сцену мы можем себе позволить 20 или 15 грамм коньяка, да, Сергей? Исключительно, исключительно для голоса, друзья мои, исключительно, потому что артист на сцену всегда должен выходить трезвый, но коньяк расширяет сосуды, и что делает? А сосуды расширяют зрителя... А, как-то так... Так, вопрос от Ксении. У вас на страничке написано, ребята окончили Одесский институт инженера морского флота. В жизни хоть раз пригодились навыки, полученные в УЗИ? У нас есть страничка? Да, Сергей, вы на своей страничке оканчиваете Одесский институт инженера морского флота. Регулярно. Регулярно, каждые годы оканчиваете. Мой любимый... Мы расскажем немножко об этом ВУЗе, мы действительно закончили... Сейчас он называется Одесский национальный морской университет, когда-то, в былые годы, он назывался Одесский институт инженера морского флота. Это ВУЗ, который выпускал... Ну, это единственный, по-моему, да? Или... Единственный... Такого масштаба ВУЗ в бывшем Советском Союзе... Ну, еще и в Питере был. В Питере. В Питере. Да, да. Наверное, Одесский институт морского флота был более профилирован. Да, по творчеству. По творчеству, наверное. Это ВУЗ, который выпускал работников транспорта, морского транспорта, это все начальники портов всего бывшего Советского Союза. Кадры, кадры, менеджмент, да. Это все выпускники нашего ВУЗа. Также, что очень важно и очень приятно, выпускником нашего ВУЗа является замечательный писатель-сатирик, наш знаменитый Одессит Михаил Михайлович Жванецкий. Чистая правда. Также наш ВУЗ закончил потрясающий тоже актер и юморист, человек, который работал в паре с Романом Карцем, Виктор Ильченко. Поэтому, наверное, в этом ВУЗе есть какие-то корни, которые как-то связаны с юмором всегда были. И мы вышли из стен этого ВУЗа и пошли заниматься юмором, как, собственно, и Михаил Михайлович, и Виктор Ильченко. Ну, работали ли мы хоть день по специальности, Сергей? Нет, я работал, я работал в судоходной компании. Вот, собственно говоря, я проработал, ну, даже, около пяти лет. Чего что я? Ну, я о Вас не знал. Прекрасная судоходная компания, вот, и я... Все было хорошо, вот, но меня тянуло в творчество. Тянуло и вот все-таки перетянуло. То есть все пять лет мучились или нет? Нет, почему не мучился, я рос, развивался, двигался, замечательная компания, то есть Украфрей, и прекрасно там все было, замечательно, поэтому... Перспективы... Вы сделали прекрасную рекламу этой компании, друзья. А я закончил университет, получил первое образование, мне показалось этого мало. Я получил второе образование, и ни разу, ни по одному из них не работал. Ни дня. Ну, что можно сказать? Человеку нужно заниматься тем, чем ему нравится. Сергею нравилось пять лет заниматься... Мы очень последовательные люди, скажем так. Или можно сделать другой вывод, все равно, все равно рано или поздно у Вас кривая судьбы выведет на правильную дорогу. Кривая все-таки. Я думаю, скажем так, морская отрасль ничего не потеряла в том, что мы не пошли работать по специальности музыка, как Вы считаете? Я не знаю. Не знаете? Сергей. Годы расставят все на свои места. То есть, Андрей, Вы вовремя поняли, чем Вы хотите заниматься? Я это понял еще, наверное, на третьем курсе своего первого образования. На третьем курсе. Я понял, что мне это доставляет больше удовольствия. Я, конечно, не думал, что это станет моей профессией, но мне хотелось... Это были студенческие времена. Когда мы играли в КВН, у нас была своя команда, у нас институтская. Потом у нас появилась команда, сборная города Одессы. Городская. Городская, да. И мы... Постоянно какие-то разъезды, фестивали, КВН и тому подобное. Мне там все настолько нравилось. Ну, это же лучше, чем работать. Я понимал, что работа в офисе, либо работа где-нибудь в порту. Там мало допинга в этой работе. Не тот, как говорится, не тот заряд энергии. Меньше адреналина. А вот, Сергей, любитель адреналина, я его в этом со мной всегда поддерживаю. Так, следующий вопрос задает Андрей Владимирович. Соцсетят на вашей пародии спикера Порубья абсолютно полярные реакции. Одни в восторге их охочут, а другие обвиняют вас в том, что вы издеваетесь над физическим недостатком человека. Вам не кажется, что это действительно некорректно? Андрей Владимирович, вы приводите сразу статистику вот этих высказываний. Мне кажется, насколько мы занесли гей, то это процентное соотношение где-то 99 к 1 или 80 гей. У меня вопрос. Андрей Владимирович, это какой андрей? Конечно. Ага, тоже будет задавать такой вопрос. А можно посмотреть почерк? Он ли это пишет? Ты имеешь в виду печатный почерк? А, это печатный почерк. Конечно. Да, но я могу сказать, что этот номер, пародия на Андрея Владимировича Порубья или Порубья, не совсем сейчас. Кстати, ты никогда не задумывался, как правильно ударил? Порубей или Порубей? И не задумывался, а потом спать не сможешь? Да, эта пародия, она рождалась очень долго. Мы, наверное, еще в августе прошлого года нашли эту пародию и поняли, что мы можем сделать пародию на этого человека, но у нас очень долго не было той самой темы, о которой шутить. Потому что мы сами понимали, что мы не можем перейти какую-то грань определенную, потому что мы можем обидеть человека. И мало того, что мы обидим человека, нам не поверит зритель, потому что номер может быть очень смешной, но если это обидно, то зритель, естественно, все это чувствует. И зритель посмеется, но уходить из зала, он будет с чувством того, что ребята немножечко перегнули палку. Поэтому очень важно было не перегнуть эту палку. Мы ни в коем случае, конечно, не хотели и не собирались, и не делали этого, не смеялись, но дефектами речи. Просто в данной ситуации это пародия. В данной ситуации это не сколько пародия, это комедийная ситуация. Мы создали, прежде всего, комедийную ситуацию, в которой были персонажи, которые были заложниками этой ситуации. А это работало в основном. И если вы заметили, то, в принципе, все, что говорил Андрей Владимирович в этой пародии, было понятно. То есть суть как бы понятна. Поэтому пародия заключалась в основном... Вы сами ничего не понимали. Да, это я пытался ничего не понимать. Пародия была в основном, скажем так, на... Скорее образ больше, чем какие-то другие элементы. Я скажу больше, мы сейчас максимально предлагаем всяких усилий для того, чтобы написать еще один. Да, Сергей? А то и два, а то и три интересных номера на этот образ. Потому что он как-то сразу полюбился зрителю. Поэтому мы, конечно же, будем максимально... Естественно, выдерживая, скажем так, рамки корректности. Вы думаете? Вы думаете? Я уверен. Все пародия не приглашали на свои концерты? Ни разу? Приглашали. Нихо его. Времени нет. Очень-очень. Времени нет. Нам не сообщают, почему он не может появиться на концерте. Но может быть множество разных причин. Поэтому мы приглашение сделали. И вдруг когда-нибудь найдется время. Почему нет? Мы будем рады. К большим удовольствием, да, конечно же. Но так не пересекались вообще, да? В жизни? Да. Пока нет. Разумеется, что во сне, да? Во сне, да. Во сне, да. Я снился Андрей Владимирович. Он приснился мне как-то. И мы с ним общались долго. И он рассказывал, что ему понравилось все. И номер понравился. И тебе было понятно? Я за. Но мне показалось, что ему понравилось. Вот так вот скажем. А как на самом деле? Это был очень короткий сон. И снился он не с четверга на пятницу. И не со среды на четверг. А в какой-то из дней. Когда я очень сильно хотел спать. И ко мне приходил постоянно во сне Андрей Владимирович. И не давал мне это делать. Ну хорошо. Вот такая история. Тут еще спрашивает Андрей Владимирович. Есть ли у вас какая-то самоцензура в плане юмора? Может эти два билеты? Естественно. Конечно же она присутствует. Огромная Андрей Владимирович. Есть сенсура. Если бы ее не было. То естественно мы бы молотили все что в голову придет. А так у нас конечно. А вы не представляете себе сколько мы молотим. И сколько нам всего приходит в голову. Поэтому сам редактор внутренний обязательно должен присутствовать. И если я где-то например начинаю этот сам редактор терять. Всегда для этого есть Сергей. который вовремя меня наставит на путь истинный. Ну и соответственно когда Сергей вообще неадекватно воспринимает ситуацию. Да. Я ему сразу же говорю Сергей включайте свой сам редактор. И все. Да. И есть определенные темы на которые нельзя шутить например. Это темы которые могут вызвать у людей какие-то очень негативные эмоции. Мы не шутим на тему войны, мы не шутим на тему смертей. Ну как бы это те темы которые ну ничего ему рассказывают. Все понимают каких-то очень там серьезных болезней. Ну делаем не только в этом. Есть еще редактор который определяет скажем так вот. Вообще вопрос на самом деле интересный. Это правильный вопрос. Почему? Потому что действительно очень часто включаешь сейчас телевизор. И видно что где-то вот выходит какой-то материал. Ну совершенно без какой-либо редакции. Идет большой поток информации. Да. И честно говоря вот иногда даже включаешь новости и какой-то постоянный негатив, негатив, негатив. Да это же дело не в негативе, а в способе подачи, в постановке слов. Можно же одно и то же новое сказать разное по-разному. И с разной интонацией, и с разной этой везде. Это в принципе то. Это и есть редактор. Мы естественно стараемся использовать наш сам редактор. Прислушиваемся к мнению и зрителей, и всех тех кого мы знаем, наших знакомых. Поэтому спасибо вам за вопросы, спасибо вам за мнение. Да. Огромное. Петя спрашивает. Вообще часто политики... Петя. Петя. Петя? Петя? До этого был Андрей Владимирович, сейчас Петя. Петя. Просто Петя. Просто Петя. Ну радость, что подключились все. Часто ли политики звонят, возмущаются и угрожают? Какие-то претензии от Порубия еще были? От представителей? Нет. Не возникало и никогда не звонили, и надеюсь и не будут звонить. Вы знаете, нам даже говорили, что у Андрея Владимировича на самом деле прекрасное чувство юмора. Поэтому я думаю, что этот номер тоже воспринял позитивно. Поэтому... А чего нам звонить? Кого? Какие политики? Кого мы там... Из Расторга? Мы там всего лишь, да. Виктор Федорович у нас всегда был любимый персонаж, и вот сейчас появился Андрей Владимирович. Поэтому Андрей Владимирович не звонит, Виктор Федорович ему сейчас дорого оттуда, отсюда, звонки за границу. Поэтому за столько времени не позвонил ни разу, и сейчас тем более. Как времени? Да. И опять же повторюсь, мы всегда стараемся писать так, чтобы это было... Не помню, кто-то из известных людей сказал, что... Может быть, и вы, Сергей. Я хотел сказать, кто-то из великих людей, но тогда точно не вы. Кто-то из великих людей сказал, что выходят... Выходя на сцену, и то, что ты говоришь, и то, о чем ты шутишь, ты должен всегда это делать так, чтобы потом тебе не было стыдно перед твоими родителями. Поэтому, возвращаясь к вопросу саморедактора, естественно, все... Цензура у нас присутствует, и мы никогда не позволяем себе шутить откровенно ниже пояса. Мы можем шутить на грани, но не ниже пояса. И в выборе персонажа... Ну, это еще, в самом деле, зависит от формата. И в выборе персонажа для пародии, либо если мы шутим о каком-либо человеке, то мы, конечно, стараемся это делать так, чтобы... Нам самим потом не было стыдно при встрече, например, с этим человеком. Это очень важный момент, потому что жизнь такая штука, она может тебя рано или поздно свести с этими людьми, или где-то вы можете пересечься. И, ну, не хочется просто стоять и выглядеть виноватым, и прятать глаза. Поэтому... Вот у нас такой подход. Очень длинная цитата. Из кого-то из великих. Я же цитировал не из великих, а из известных. А, извините. Да. Продолжим. Следующий вопрос от Маши. Один из вас очень ярко пародирует спикера Парубия. Представьте, что вы спикер Верховной Рады, но голос у вас как у Парубия. Какими бы словами вы обратились к депутатам? Что о них думаете? Тю-тю. Сергей, это вы уж Парубию Парубии породируете Парубия? Обратитесь, пожалуйста. То есть, Юрий, я так понимаю, что вы решили меня подставить просто. Перед марширом. Нет, я не решил вас подставить. С какими бы словами я обратился бы к депутату? Ну... Настройтесь, Юрий, настройтесь. Вспомните все, что вы говорите мне иногда, но только вот без... В образе Андрея Владимировича. Да, без слов каких-то личных, которые тензура выбирают. Соленые коллеги. 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 Зараз хочу я ратификовать некоторые вопросы. Что ты делаешь? Ратификовать некоторые вопросы, которые очень всех нас в нашей стране хвилили. Так. Соленые коллеги. Треба что-то сделать так, чтобы в нашей стране не было спокойно, лад. И... 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 Благополучие. И благополучие. Спокой, и благополучие. Затем, мы должны сделать что-то такое, чтобы народ наконец-то мог от нас отдахнуть. Поэтому прошу вас, славные коллеги, всех пить в отпуск. Те, что настает зон литом, это травень, царвень, это липень и царпень. Шарты. Солон, Николай, чешит, я сам шарты. Прекрасно, по-моему. Шарты. Спасибо. Не готовился, не готовился, видите, как-то вот... Не-не-не, я не в том, что не готовился, я смотрел на Юрия, я понимал, что у него вот каждую секунду работает сам редактор, чтобы что-то не сказать не то. Сейчас что-то скажем не то, потом скажут. Маша скажет. Маша скажет. Маша такая. Следующий вопрос от Максима. В ваших дуэтах есть главные и зарплата у вас одинаковая? В ваших дуэтах? У нас много дуэтов? У нас очень много дуэтов, Сергей. Ваши дуэти. Ваши дуэти. Ваши дуэти. Ваши дуэти. Ваши дуэти.